У нас сейчас происходит явление, которое я называю американизацией. У нас наши руководители нашего образования провозгласили, надо сделать, чтобы наше образование было хорошим, то есть таким, как в Америке. А каким оно стало в Америке? Американцы, с другой стороны, мне объяснили, что они сознательно борются за то, чтобы народ был малообразованным, не интересовался ни наукой, никакой культурой, ничем. Потому что это противоречит обществу потребителей. Потому что если люди начинают интересоваться чем-то другим, кроме стиральных машин и автомобилей, которые надо купить каждую неделю новые, то тогда они худшие покупатели. А если и покупают, то они начинают покупать Ван Гога, или стихи какие-нибудь, или теоремы доказывать. А это для общества потребителей вредно, чтобы этого не было. А к тому же еще, чтобы население было послушным стадом в руках манипулирующих имей политиков, нужно сделать не европейскую, а американскую систему образования, в которой ничему не учат. Например, у них, скажем, например, в штате Калифорния была борьба такая, серьезная борьба интеллигенции штата Калифорнии за то, чтобы в университеты принимать не всех, вопреки федеральным правилам. Они потребовали, чтобы по математике, например, не принимать тех, кто не умеет без компьютера 111 разделить на 3. А по физике потребовали, чтобы у воды было три фазовых состояния, твердое, жидкое и газообразное. Во федеральных законах ничего такого нету. Ни деления нету, дробей простых нету. Американский журнал «Математическое общество» опубликовал несколько лет назад статистику. Оказывается, такую задачу разделить число полтора на одну треть из учителей математики в школах в Соединенных Штатах, в зависимости от штата. В некоторых штатах 1% учителей умеет, а в некоторых 2. Нигде не больше. Там нету дробей. Там простые дроби исключены. Их нету. Поэтому 111 сенаторов тоже нет. Это никто не умеет делать. Поэтому в Вашингтоне было, я это читал, в Нью-Йорке Райд-Трибюн, обсуждение, где сенаторы выступали. Один сенатор сказал, я представитель полукарства штата Небраска, я заботюсь о том, чтобы отстаивать интересы избирателей. То есть я добьюсь, чтобы ни один человек во всей моей родине, это не только Небраска, а все Соединенные Штаты, не смел учить никому ничему, чего я не понимаю. Например, делить 111 на 3. Это сенатор Соединенных Штатов. А другой говорил, это Ваша программа, в которой есть водяной пар. Это специально сделано, чтобы выдержать могли только элитальные ученики 57-й школы города Москвы, которые к нам тоже попадают, и вот они-то это знают. А наши негры никогда не сумеют понять Ваш водяной пар, у которого нету ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Для негров это недоступно, поэтому это программа расистская, которая требует, чтобы был водяной пар. И вот к чему мы идем, вот к чему мы стремимся, вот что называют хорошим образованием. Во всем мире идет такая сейчас тенденция уничтожения старой системы образования, потому что это трудно. Вот как мне говорили наши реформаторы, конечно, наши ребята все будут здоровье терять, потому что вы требуете, чтобы они читали и Пушкина, и Толстого. Разве это можно? Это не математика, но это то же самое. Это та самая тенденция, которую мы наблюдаем, из которой я изо всех сил стремлюсь бороться, но очень трудно дается. Ко мне несколько лет назад обратились представители одной очень крупной американской фирмы, которая всем хорошо известна, это Боинг. Самолет. Который мне объяснение, что американская система образования такова, что они не могут, выросших в Америке, ни школьников, ни студентов, ни университетов, ни технических вузов, нанимать к себе, делать новые самолеты или чинить старые даже. Боинг держится только на том, что они нанимают эмигрантов, в основном из трех стран, из России, Китая и Индии. Поэтому, говорят, мы прочитали в ваших газетах, что у вас собираются довести систему образования до американских стандартов. И по нашим подсчетам, через 30 лет в России будет такое же плохое образование. Тогда нам вообще некому будет. И тогда вся эта технологическая система рухнет, потому что она основана на эмигрантах. Она основана на том, что на Америку работают умы всей Европы. Проводился?